В Камрате состоялось неочередное заседание муниципального совета. Были рассмотрены вопросы об отставке с должности первого заместителя примара Максима Михайлюка, а также вопросы снижения тарифов за воду и канализацию в городе. По словам примара муниципия Камрат Сергея Анастасова, наблюдается тенденция роста средств в городском бюджете, а суммы задолженности примарии понижаются, что позволяет снижать цены. В 2014 году входили с минусом 12 миллионов рублей, это долги. В 2015 году, начало года, опять же около 12 миллионов рублей. В 2016 году при нашем правлении уже в городе, мы уже вошли с плюсом, было плюс 6 миллионов рублей на благоустройство уже. И на 2017 год, на следующий, мы уже планируем плюс 14 миллионов рублей. И на счету, поэтому у нас есть сегодня возможность людям снижать воду. Хищение в разных уровнях, начиная с Суканава, заканчивая Примарьей, оно прекращено здесь, поэтому и появились деньги. Сделав работы намного больше, чем за предыдущий год до нашего управления, то появились на счету средства. Советники считают, что принятое решение будет во благо городу, и жители Камрата положительно оценят снижение цен. В то же время они подчеркивают, что снижение тарифов будет производиться и далее. Сегодня многие граждане нас спрашивают, раз покупают трактора, раз даются премии. Людям рассчитались, 950 тысяч лей были долги переходящие, когда новый Примарь, новый совет пришел. И около 2 миллионов было вместе с пеней по налогам за должность. Это все было закрыто, почти 3 миллиона лей за год и 4 месяца. И сегодня мы действительно сможем. Но многие советники поспорили за счет частного сектора, живут люди. Если мы снижали только канализацию, у нас получалось, мы обделяли тех людей, которые пользуются частным сектором водой. И поэтому приняли такое честное решение. По лею ушли вниз от цены 16 лей и по воде, и по канализации. Спасибо советнику, что сегодня поддержали, и мы снизили цену. Я думаю, что дальше будет опять снижение, будем стараться, чтобы именно работать на благо людей. Я думаю, люди оценят положительно, потому что у нас долгое время цена на воду поднималась. Потом также получалось, что у нас большие потери были в Камраде. Сейчас по докладу Примарии потери из 73% снизились на 58%. И обещают, что еще меньше снизится процент потери, потому что, оказывается, это уже не потери, это ведет обыкновенное воровство воды. На должность первого заместителя Примара была предложена кандидатура в лице Георгия Сарына, что он дал отказ. Пока на данную должность никто не избран.